Девушки отдыхают Повар на дому Мы в Лос-Анджелесе. В магазине ищем Кэндис. Мы знаем, что она пришла сюда за покупками. Может, она там? Кэндис прислала нам видео и попросила приготовить романтический ужин на годовщину свадьбы с Митчеллом. Здравствуйте, Кёртис. Я Кэндис Мэдленд. Я замужем два года. У меня есть пятимесячная дочь Мэдисон. Мой муж знает, что я не умею готовить. У меня все подгорает. Мне очень нужна ваша помощь. На следующей неделе у нас годовщина свадьбы. Если я вас не убедила, взгляните на это лицо. Вы не сможете сказать «нет» этим щечкам. Скажи, мне нужна еда, пожалуйста. Наверное, сюда. Она за углом. Здравствуйте. Делаете покупки? Меня зовут Кёртис. Я вас узнала, Кёртис. Боже мой. Какая хорошенькая девочка. Как тебя зовут? Мэдисон, она замечательная. А как зовут вашего мужа? Митчелл. Если вы сегодня свободны, вы не должны ничего говорить мужу. И если вы готовы, мы сейчас купим продукты. Хорошо. Я придумал для вас мужем меню. Что скажете? Приезжайте к нам когда угодно, Кёртис. Согласен. Давайте обнимемся. Эй, малышка! Сегодня будет весело. Скажи привет. Какую кухню вы любите? Французскую, итальянскую, греческую? Митчелл любит все. Любую еду. Серьезно. Ему легко угодить. Вы готовили ему рыбу? Я ничего ему не готовлю. А ваш обед мне нравится. Вам некогда у вас дочка? Да, с ней трудно. Может, приготовим темпуру? Я люблю темпуру. Тогда приготовим темпуру из овощей рыбы. И блюдо из говядины. Оно должно быть острым, может, с острым кислым соусом. Было бы неплохо. А как насчет вина? Я не пью, а он любит красное вино. Мы подберем бутылку хорошего вина. Это будет для него особый вечер. А десерт? Какие десерты вы ему покупаете? Я люблю шоколад. Больше всего. Может, нам выбрать шоколад? Давайте. Это будет особый десерт. Не скажу, какой это сюрприз. Он создаст соответствующую атмосферу. С этим поосторожней. Скоро рожу еще одного. Шучу. Давайте возьмем темный шоколад. Вы какой шоколад любите? Темный, белый? Я люблю молочный. Возьмем вот этот. Вот этот. Выбирая шоколад, нужно смотреть на процент. 70% — это сорт шоколада. 70% — горький шоколад, а 90% — очень горький. Не нужно, чтобы он был слишком горьким. Мы приготовим вам сюрприз. Это интригует. Люблю шоколад. А как вы еще развлекаетесь, не считая заботы о дочке? Раньше я любил играть в боулинг с отцом. И хорошо играете. Неплохо. Может, стоит туда заглянуть по дороге? С удовольствием. Хотите, заключим небольшой пари? Небольшой пари? Хорошо, давайте. Сегодняшний ужин мы начнем со смешанной темпуры с острым соевым соусом, потом аппетитный острый кислый бифштекс с зеленью, а на десерт — романтический сюрприз для супругов — шоколадный поцелуй. Вы действительно думаете, что побьете меня? Уверена? Вы сказали, что хотите заключить пари. Давайте. Если вы проиграете, вы моете посуду. А если вы проиграете, вы меняете ребенку подгузник. Подгузник? Вы бросаете первый. Ладно, но это мне невыгодно. Почему? Покажите, что вы умеете. На какой дорожке? Восемь или девять? Да, восемь или девять. Итак, Кэндис, дамы, вперед. Катите его подальше от канавки. Конечно. Катись, катись. Неплохо. Да, кажется, плохо дело. Готовы? Начали. Покажите, на что вы способны. Вы хорошо играете. Готовьтесь менять подгузник. Есть. Хорошо. Давайте, Кертис. Ты очень красивая. Но я не буду менять тебе подгузник. Так, я бросаю. Здорово. Спасибо. Когда у вас был романтический ужин? Давно. Ну, а сегодня будет. Сможет кто-нибудь посидеть с ребенком? Я могу позвать сестру? Хорошо. И вас будет двое. Было бы неплохо. Готовы к удару? Давайте, Кертис. Молодец. Что вы имеете в виду? Мы доиграли? Итак, подгузник. Скажи Боулингу «до свидания». Скажи, у меня для вас кое-что есть. Она так на вас смотрит. Это ваш дом. Да, мой дом. Хорошо, пойдем готовить. Какая мята. Можно сорвать немного? Рвите, сколько нужно. Подойдет для десерта. Заходите. Прекрасный дом. Спасибо. А вот мои владения. Кухня. Это моя сестра Тера. Здравствуйте. Привет, Тера. Это Кертис. Рада познакомиться. Мне тоже. Как дела? Хорошо. Мы сегодня делали покупки, и ваша сестра меня побила, а мы играли в боулинг. Серьезно. Я его сделала. Ты можешь ее забрать? Иди ко мне. Ну, мы пошли, а вы тут развлекайтесь. Это ненадолго. Пока. Для основного блюда мы должны приготовить мясо для жарки. Каждому по куску. Вот нож. Режьте их пополам. Вот так. Потом поставьте. Вот так. Прекрасное мясо, правда? Видите разницу? Волокна идут так. Не режьте вдоль них, только поперек. Нужно резать вот так. Почему? Если резать вдоль волокон, мясо не разжуешь, а если поперек, оно будет мягким. Так, хорошо. Вы порезали правильно. Завернем и в холодильник. Хорошо. Отлично. Поменяем доску, она грязная. Эту мы уберем. Теперь готовим соус. Острый кислый соус к жареному мясу. Если вы хотите поострее, мы возьмем тайские перцы. Хорошо. Их нужно мелко порезать. Я оставлю семена, чтобы он был острее. Теперь выжмем лайм. Смотрите, как вытекает сок. Накалывайте вилкой и выжимайте. Он дает кислый вкус. Острый, кислый. Теперь нужно добавить что-то соленое. Тайцы используют рыбный соус. Сам по себе он невкусный, но его хорошо добавлять в соус. Я не любительница рыбы, ему что же. Подождите, сначала попробуйте. Хорошо, Кертис. Теперь мы натрем пальмовый сахар. Его делают из пальмового сока. Я его слегка подогрею, он растает. А пока варится соус, мы готовим подливку для темпуры. Сделаем соус понзу. Он цитрусовый сои. А здесь другой легкий соевый соус. Чтобы он был острым, положим перец. Давайте сделаем острый. Согласны. Тогда налейте три четверти этого и четверть того. Нам не нужно много. Подождите, это он. Это Митчелл? Да. Поговорите. Алло, привет. Я думаю, делаю кое-что на твоем компьютере. Слушай, ты можешь заехать в магазин? Я хочу приготовить ужин. Ты можешь кое-что купить? Ладно. Пока. Давайте готовить соус. Да, давайте. Я лью? Лейте, а я порежу это. Боже, надо спешить. Давайте. Мы в Лос-Анджелесе. Готовим романтический ужин в азиатском стиле для Кэндис и ее мужа Митчелла. Мы начали готовить темпуры на закуску. Подождите. Это Митчелл? Да. Мы не успеваем. Ладно, пока. Хорошо. Что он сказал? Он сказал через полчаса. Давайте готовить соус. Да, давайте. Я лью? Лейте, а я порежу это. Боже, надо спешить. Я наливаю лейте, пока не скажу. Стоп. Я лью. Стоп. А теперь жидкий соевый соус. Это слишком соленый. Наливаю. Достаточно. Нет-нет, ладно. Соленый, да? Да. Но не слишком. Положим немного перца. Вы ведь любите острый? Думаете, он острый? Я только хотел проверить. Нужно порезать брокколи. Мы делим ее на цветочки. Пишите ее вот так. Хорошо. А теперь возьмем авокадо. Темпуру редко кладут авокадо, а в Японии это любят. Берите авокадо и разрезайте пополам. Вот так. Снимите шкурку, сохраняя естественную форму. На три. На три или четыре. Четыре. Вы должны сказать «хорошо». Хорошо. А теперь приготовим тесто. Секрет хорошей темпуры в тесте. Я научился этому японского шеф-повара. Оно должно быть холодным, когда оно холодное. Но попав в горячее масло, оно должно буквально взрываться и становиться очень хрустящим. Во-вторых, муку при засыпке не нужно сильно перемешивать. Высыпаете муку вот так и мешаете тесто круговыми движениями. Но недолго. Не нужно пользоваться взбивалкой. Взбивалкой вы его слишком сильно перемешаете. Нужно оставить в нем куски льда. И ничего, если останутся взброски муки. Понятно. Этого достаточно. Вам не пора переодеться? Да. Не уходите. Не уйду, обещаю. У вас будет ужин. Привет. Прекрасно выглядите. Спасибо. Я наконец сняла спортивный костюм. Как вы быстро. Большинству девушек нужен час на сборы. Да, я быстрая. У меня ребенок, мне нужно все успевать. Молодец. Вот наша тампура. Возьмем муку и посыплем ей овощи. Так. Потом все это смешиваем. Берем и кладем в тесто. А теперь, когда масло подогрелось, мы берем это и ставим сюда. Мы будем очень быстро жарить их масло. Нам нужно услышать вот такой звук. Вот что нам нужно. Не бросайте его, держите пониже. Чтобы не брызгало. Точно, вы должны услышать шипение. Оно возникает при попадании воды в масло. Их помешиваю и слежу, как они поджариваются. Не нужно готовить слишком долго, чтобы они не стали коричневыми. А только коричневатого оттенка. Давайте. Прекрасный запах. Да. Муж приехал. Приехал, мы готовы. Давайте быстрее. Вот сюда. Быстрее, ребята. Он не увидит нас здесь. Сюрприз. Привет, милый. Митчелл, как поживаете? Я хорошо, а вы? Я, Картиш, рад познакомиться взаимно. Мы все про вас знаем. Я провел целый день с вашей очаровательной женой. Мы готовили потрясающий обед и, надеюсь, то, что вы любите. Мы приготовили прекрасный обед. Проходите. Пока Митчелл и Кэндис отдыхают и готовятся к обеду, я сервирую темпуру. Ее нужно разложить свободно, не нужно класть кучи. Я положу кусок рыбы, креветку, овощи, перцы. Такое разнообразие цветов. Это авокадо. Смотрим, что они скажут. Ребята, это первое блюдо. Темпура. У нас тут кусочки рыбного филе. Потом креветки и куча разных овощей. Приятного аппетита. Спасибо. Ты не ешь овощи, а я не ем рыбу. Это будет что-то новое. Опять мне не понравится. Отлично. Мне нравится. Сегодняшний ужин начался с вкусной смешанной темпуры с острым соевым соусом. Это очень вкусно. Ты ведь знаешь, я не ем овощи. Они там смакуют темпуру, а я буду готовить мясо. У меня есть вот это прекрасное филе, которое мы уже порезали. Я его приправлю солью и перцем. Я беру масло, наливаю немного на мясо. И когда положим его на сковородку, ну не пристанет. Займемся мясом. Нужно, чтобы оно шипело. Снова на огонь. А теперь возьмем резанный шалот и подсыплем им мясо. Обильно. Возьмем листья латука и бросим на мясо, они быстро подсохнут. Помните, что у нас есть соус из лайма, чили, пальмового сахара и рыбного соуса. Возьмем соус и вылим прямо на латук, вот таким образом. Его довольно много, кладем сверху. Прекрасно. Польем ложечкой соуса. Какой запах. Пошли. Итак, это наш гвоздь программы. Думаю, вы это любите. Это говядина. Да. Это филе, нарезанное мелкими кусочками с острым кислым соусом. Попробуйте. Спасибо. Выглядит аппетитно. Я тоже помогала. Я его резала. Это правда? Правда. Очень вкусно. В качестве основного блюда мы приготовили филе под острым и кислым соусом с жареной зеленью. Вкусно? Да, это вкуснее, чем рыбный сок. Боже, какое вкусное. Хочу, чтобы Кертис приходил каждый день. А десерт – это сюрприз. Идите сюда. Мы приготовим две мисочки шоколада для раскрашивания тела. Я его принесу вместе с кистями. Хочу, чтобы они покрасили друг друга. Может быть, губы. Они хотели романтики, они ее получат. Вот как это готово. Тут у меня острый перец. Я его кладу в кастрюльку со сливками. Теперь нужно придать сливкам аромат. У меня есть немного свежей мяты. Мы ее кладем в другую кастрюльку со сливками. Я их слегка подогрею. А теперь берем кастрюльку и процеживаем сливки в эту мисочку. Берем большую ложку шоколада. Он наполовину растаял. Кладем в горячие сливки. В горячих сливках он растает. Видите, как он смешивается и становится темным и густым. Готово. Романтика начинается. А это десерт с сюрпризом. Кажется, вы нервничаете. Так и должно быть. Это у нас шоколад с разными ароматами для раскрашивания тела. И вот две кисточки. А вам нужно обмакнуть их в шоколад и покрасить друг другу губы. О, боже, терпись. Вы решайте, кто будет рисовать первым. Вам нужно покрасить ему губы, но сначала дайте мне уйти. Это только для вас двоих. Я думал, вы хотите посмотреть. Когда вы покрасите ему губы, поцелуйте его и скажите, что это за вкус. Боже. Ребят, я хорошо провел с вами время. Теперь оставляю вас вдвоем. Снова будем делать детей. Митчелл был рад знакомству. Было приятно с вами общаться пока. Взаимно. Это был хороший день. Я вас оставляю. Спасибо. Иди сюда. Иди сюда. Как красиво. На десерт мы приготовили романтический шоколадный поцелуй. А вот и наша красавица. Да, рада отделаться от подгузника. Мэдисон, такая красивая, только я никогда еще не менял подгузники. Сто баксов. Скажите, любезность. За сто баксов сменить подгузник? Да, прошу вас. Ладно, так и быть. Я думаю, я могу сделать это. Ужин был очень романтичным. Все было замечательно. Еда великолепная. К счастью, сестра смогла посидеть с ребенком, и у нас еще была романтическая ночь. Прекрасное завершение. Хорошего дня. Выключайся, камера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова